Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем наш урок математики. Чтобы легче всем жилось, чтоб решалось, чтоб моглось, улыбнись удача всем, чтобы не было проблем. Тема нашего урока виды треугольников по типу углов. На этом занятии мы научимся классифицировать треугольники по видам углов. Будем совершенствовать навыки построения геометрических фигур. Прежде чем приступить к изучению новой темы, предлагаю выполнить следующее задание. Какая из данных геометрических фигур, представленных на слайде, на ваш взгляд, является лишней? Правильно, круг, так как он, в отличие от других, фигур не имеет углов. Ребята, еще раз посмотрите на этот слайд. Теперь, какая фигура является лишней? Молодцы! Треугольник, так как все остальные фигуры имеют четыре угла. Сегодня мы будем знакомиться с новой классификацией треугольников. Вспомним, что мы знаем об этой геометрической фигуре. Треугольник — это геометрическая фигура, у которой три угла, три стороны, три вершины. Давайте вспомним, как различаются треугольники в зависимости от длины их сторон. По длине сторон различают разносторонние, равнобедренные и равносторонние треугольники. Треугольники, у которых все стороны разной длины, называются разносторонними. Треугольники, у которых равны две стороны называют равнобедренными. Треугольники, у которых равны все три стороны, называют равносторонними. Оказывается, по величине углов треугольники также делятся на три вида. Осталось вспомнить, какими бывают углы. Углы бывают прямые, угол 90 градусов, острые, меньше прямого, тупые, больше прямого. Для удобства определения, прямой угол или нет, используют специальный инструмент. А теперь подумайте, ребята, и скажите, как будет называться треугольник, у которого есть прямой угол? Правильно, прямоугольным. Треугольник А, Б, С, прямоугольный треугольник, у него есть прямой угол А. Как же будут называться треугольники, у которых все углы острые? Правильно, остроугольными. Треугольника НКМ все углы острые, это остроугольный треугольник. Как будут называться треугольники, у которых есть тупой угол? Молодцы, тупоугольные. Треугольник ПОД, тупоугольный треугольник, у него есть один тупой угол П. Таким образом, в зависимости от видов углов треугольники также делятся на три вида. Те, у которых все углы острые, остроугольные. Те, у которых есть прямой угол, прямоугольные. Те, у которых есть тупой угол, тупоугольные. Обращаю внимание на то, что у всех треугольников два угла острые, а вот третий угол может быть либо прямым, либо острым, либо тупым. В зависимости от этого третьего угла треугольник является прямоугольным, остроугольным, тупоугольным. Предлагаю выполнить следующее задание. Определите виды треугольников по величине углов. Проверим ваши предположения. Треугольник под номером 1 остроугольный, у него все углы острые. Фигура под номером 2 прямоугольный треугольник. Фигуры номер 3, номер 4 тупоугольные треугольники, у них есть по одному тупому углу. Переходим к решению задачи. Масса 8 мешков картофеля 400 килограммов. Сколько таких мешков потребуется, чтобы засыпать в них 500 килограммов картофеля? О чем говорится в условии задачи? Что известно, а что необходимо найти? Нам сказано о том, что 400 килограммов картофеля можно разложить в 8 мешков. Вопрос задачи заключается в том, чтобы узнать, сколько таких мешков понадобится, чтобы засыпать в них 500 килограммов картофеля? Определим главные слова в задаче. 400 килограммов, 500 килограммов. Запишем условия. Можем ли мы сразу ответить на главный вопрос задачи? Верно, не можем, так как для этого нам нужно узнать, сколько килограммов картофеля помещается в одном мешке? Для этого выполним первое действие к задаче. 400 разделим на 8. Так мы узнаем, сколько килограммов картофеля помещается в одном мешке. Теперь ответим на главный вопрос задачи. Выполним второе действие. Запишем ответ задачи. Ребята, сегодня на уроке мы выяснили, насколько видов делятся треугольники по типу углов. Узнали, как называются треугольники каждой группы. Подведем итог. По величине углов различают три вида треугольников. Два угла у треугольника всегда острые, а в зависимости от величины третьего угла треугольники делятся на остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. Остроугольные треугольники — это треугольники, у которых углы острые. Прямоугольные треугольники — это треугольники, у которых есть прямой угол. Тупоугольные треугольники — это треугольники, у которых есть тупой угол. Теперь вы можете различать треугольники и по длине сторон, и по виду углов. Для домашнего задания я предлагаю задание из учебника под номером 1 и номером 4 на странице 85. Наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Для грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила, их множество, но необходимо, чтобы он привык мгновенно выполнять их. Константин Дмитрий Чушинский. Девиз нашего урока — повторяем то, что знаем, что забыли, вспоминаем. Тема нашего урока — обобщение знаний о глаголе. Давайте вспомним, что же такое глагол. Глагол — это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и состояние предмета, отвечает на вопросы, что делать или что сделать, имеет неопределенную форму с окончанием «ти» и «ти». Мы знаем, что «не» с глаголами пишется раздельно. У глагола три времени — прошедшее время, настоящее время и будущее время. Глаголы прошедшего времени изменяются по родам и числам. Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам. А в предложении чаще всего глагол бывает сказуемым. Мы обобщили знания. Давайте подведем итог, что мы знаем и умеем. Мы уже умеем выделять глагол среди других частей речи, определять время и число глагола, изменять глаголы прошедшего времени по родам, ставить глагол в неопределенную форму и писать не с глаголами. Задача урока – закрепить умение определять время, лицо, число глаголов, грамотно писать не с глаголами. Чтобы проверить, чему мы научились, давайте выполним задание. Перед вами текст. Выпишите глаголы, определите время глагола. Черемуха. Под лучами майского солнышка все быстро растет. Отцвели легкие белые подснежники, в лугах развернулся пестрый ковер из трав и листьев. Налились на черемухи бутоны, приятным ароматом веет от дерева. Белых цветов на ней больше, чем листьев. Облетят цветы белой метелью, у черемухи образуются плоды. Прилетят к кустам черемухи воробьи, скворцы, славки. Все они любят вкусные ягоды черемухи. Береги это хрупкое дерево, не позволяя ломать красавицу злым рукам. Так мог написать только человек, который любит природу. Это как бы обращение к нам, к людям, чтобы мы не губили природу. Этот текст можно назвать призывом людей, которые любят природу. Итак, нам надо выписать глаголы и определить их время. Выполним проверку. Растет настоящее время. Отцвели, развернулся, налились. Прошедшее время глагола. Веет настоящее время. Облетят, образуются, прилетят. Будущее время глагола. Любят настоящее время глагола. Береги, не позволяя ломать. Время определить не можем. Выпишите глаголы неопределенной формы. Петь, узнать, пахал, смотрит, спросить, дети, бегал, спасти, ушел, спорят, спать, любить и дочь. Прежде чем перейти к этому упражнению, мы должны вспомнить, какие глаголы называются неопределенными. Глагол неопределенной формы отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Выполним проверку. Вы должны были выписать следующие глаголы. Петь, узнать, спросить, спасти, спать и любить. Давайте выполним следующее упражнение. Замените глаголы настоящего времени, глаголами прошедшего времени. Выделите окончание и укажите рот. Лодка плывет, озеро замерзает, снег накрывает. Выполним проверку. Лодка плыла. Прошедшее время, женский рот, окончание а. Озеро замерзло. Прошедшее время, средний рот, окончание о. Снег накрыл. Прошедшее время, мужской рот, окончание нулевое. Определите время, лицо и число глаголов. Кричат, поплывут, споешь, посвистит. Выполним проверку. Кричат, настоящее время. Они кричат, третье лицо, множественное число. Поплывут. Будущее время. Они поплывут. Третье лицо, множественное число. Споешь. Будущее время. Ты споешь. Второе лицо, единственное число. Посвистит. Будущее время. Он посвистит. Третье лицо, единственное число. Прочитайте предложение. Объясните правописание частицы не с глаголами. Снег в лесу еще не растаял. Щенку все еще не здоровилось. Самолеты сегодня не летают. Он ненавидел своих врагов. Выполним проверку. Снег в лесу еще не растаял. Глагол не растаял. Пишется раздельно. Без дне употребляется. Щенку все еще не здоровилось. Глагол не здоровилось. Пишем слитно, так как без дне не употребляется. Самолеты сегодня не летают. Глагол не летают. Пишем раздельно, так как без дне употребляется. Он ненавидел своих врагов. Глагол ненавидел. Пишем слитно, так как без дне не употребляется. Следующее упражнение. Спешите, вставьте пропущенное окончание. Укажите род глаголов. Выполним проверку. Машина подъехала. Ночь наступила. Звезда сверкала. Окончание а женский род. Озеро замерзло. Дерево зазеленело. Утро наступило. Средний род окончание о. Запишите глаголы в два столбика по числам. Закрывает, растут, поет, живет, несут, каркают, стоят, метет. Выполним проверку. Первый столбик, единственное число, вы должны были записать следующие глаголы. Закрывает, поет, живет, метет. Множественное число. Растут, несут, каркают, стоят. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами обобщили знания о глаголе, повторили правописание частицы не с глаголами, учились определять число, время и лицо глагола. Перейдем к домашнему заданию. На страничке 129 вам надо выполнить упражнение 236. Пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня, вам необходимо выполнить следующие задания. Списать, раскрывая скобки, определить главную мысль текста, а заглавить текст так, чтобы в названии была отражена главная мысль. Я уверена, что с этим заданием вы справитесь на отлично. Спасибо за урок. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы продолжаем работать над произведением Михаила Зощенко «Великие путешественники». На уроке сегодня мы научимся давать характеристику героям и продолжим работу над произведением Зощенко «Великие путешественники». Вы дома читали произведение. Давайте составим устный рассказ о том, как каждый герой проявил себя в путешествии. И первый наш герой – Степа. Степа – инициатор и организатор путешествия. Проявил себя и как лидер, и как заботливый друг. Степа – мечтатель, но не мешает ему быть уверенным в своих делах и поступках. Он бойкий, терпеливый, верит в это путешествие. Идет до конца. Храбрый, смелый, не побоялся отправиться в путешествие. Следующий наш герой – Минька. Робкий, беззащитный и нерешительный человек. В рассказе является лишь терпеливым исполнителем затеи своей сестры и друга Степы. Минька боится даже шишки, хотя он и говорит, что не испугался. Он робкий, слабый по сравнению со Степкой. Беззащитный и маленький. Лёля. Лёля боязливая, но любопытная девочка. И в силу своего большого желания вернуться домой, она проявила сообразительность, что повлияло на положительный исход путешествия. Лёля ведет себя как взрослая, рассуждает как взрослая и жалеет об этой затее. Ребята, я надеюсь, что вы хорошо прочитали это произведение. А теперь попрошу проверить ваши знания с помощью теста. Возьмите ручку и лист бумаги. На каждый вопрос выберите один ответ и поставьте соответствующую букву. В конце теста проверим правильность выполнения. Итак, как называлась деревня, в которой родители Лёли и Миньки снимали дачу? А. Бережки. Б. Пески. В. Дубки. Г. Мостики. Выберите свой ответ. Следующий вопрос. Что подарил Минька Стёпке, чтобы тот взял его в кругосветное путешествие? А. Велосипед. Б. Компас. В. Перочинный ножик. Г. Фонарик. Выберите ответ. Сколько денег взяла Лёля из копилки в поход? А. Три рубля. Б. Пять рублей. В. Один рубль. Г. Десять рублей. Зачем детям во время похода нужны были деньги? Как это объяснил Стёпка? А. Покупать еду. Б. Покупать семечки и конфеты. В. Покупать одежду. Г. На всякий случай. Следующий вопрос. Что ели дети во время первого привала? А. Семечки. Б. Конфеты. В. Хлеб. Г. Хлеб с сахаром. Следующий вопрос, ребята. Кого из детей во время привала ужалила оса? А. Лёля. Б. Минька. В. Стёпка. Г. Оса не жалила никого. Следующий вопрос. За что приняла сухую ветку над головой Лёля, когда дети ночевали в лесу? А. За верёвку. Б. За змею. В. Она её не заметила. Г. За ящерицу. Выберите правильный ответ. Что напугало Миньку так, что он подскочил на земле, как мячик? А. Волчий вой. Б. Гром. В. Шум ветра. Г. Упавшая шишка. Что Стёпка кричал во сне? А. Помогите. Б. Эй, сюда, ко мне. В. Он спал спокойно. Г. Стёпка не спал. Следующий вопрос. На чём дети вернулись из путешествия? А. На телеге. Б. На лодке. В. На поезде. Г. Пришли пешком. А теперь, ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран и сверьте свои ответы с правильными ответами. Молодцы! все надо делать с учетом изменившейся обстановки, то есть нужно владеть ситуацией. А теперь домашнее задание. Страница 154-163. Нарисовать рисунок к понравившемуся эпизоду. Спасибо за урок. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова